Доброй ночи, дорогие! Благодарю вас за все теплые слова, за ваш интерес в видео, за подписки, за энергообмен. Если нужны личные расклады, мой контакт в описании к каналу, в описании к видео. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Какая история имеет счастливый финал? Для кого пойдет данная история? Может быть, это ваша тема? Может быть, вы узнаете здесь кого-то? Это человек, однозначно, который плакал. Может быть, правда плакал. Может быть, не показывал своих слез, но расстраивался, потому что от него постоянно что-то требовали. При этом не было благодарности, при этом не было добрых взаимоотношений, какого-то энергообмена. постоянно какие-то осуждения чуть ли не палкой собирались бить. Какие-то здесь негативные выпады. Хотя, в принципе, знаете, это коробушка, которая давала как раз-таки людям молоко. Но почему-то ее осуждали, доставляли плакать. это могла быть инициатива какого-то мужчины. Это могло быть также связано с какими-то холодными энергиями, там, где люди защищаются, прикрываются маской, буквально какими-то железными доспехами. Да, главное, чтобы не увидели их какую-то трепетную душу, способную чувствовать, готовы прям меч вот так вот держать наготове всегда, только чтобы не показать какую-то вот свою истинную, внутреннюю, а может быть, уязвимую сторону. Сейчас начинается новый путь, новая дорога. Если достаточно долгое время вам казалось, что нет возможности идти новым путем, что вам доступны только старые тропы, и они какие-то темные, уже исхоженные, однозначно не радующие, то здесь новое начало, возрождение. Такие вот яркие, счастливые краски. Не значит, что здесь прям будет абсолютно ровная дорога, здесь тоже могут быть какие-то свои изгибы, извилистость дороги, какие-то по пути небольшие домишки, ситуации, которым нужно уделить внимание. может быть действительно люди, которые желают привлечь ваше внимание, еще что-то, но как будто бы вы здесь направляетесь по этим извилистым дорогам к кораблю, к тому самому движению, которое нужно именно тебе. Понятное дело, что у каждого движение свое. пожалуй этих трех карт из сказочного такого психологического таро сегодня достаточно на сигнификацию. Узнали вы тут себя или кого-то? Давайте смотреть дальше. Может быть сначала какой-то истории, может быть уже не начало, что нам скажут здесь по сути. долгое время вы работали в плане того, что вы метали, очищали какие-то прежние завалы. Может быть то, что не было сделано в свое время, как-то откладывалось, что это не главное, это не нужное, не срочное. В итоге взялись за это, когда уже все дилайны были просрочены, все сроки нарушены, и поэтому могло вот чуть тяжелее восприниматься. У кого-то нет абсолютно такой истории, что вы долгое время что-то откладывали. Нет, вы здесь вполне себе бодро, с улыбкой, понимая, что этого, не избежать, что это необходимо сделать, занялись уборкой. Может быть кто-то вам помогал, кто-то вас развлекал, подбадривал, не знаю, пел для вас, что-то подносил, пытался вам угодить, как-то вас поддержать, но в принципе вы здесь в большом счету все делали сами, для того, чтобы вам было тепло, уютно, солнечно в вашем пространстве, чтобы никакой прежний мусор, даже как-то хорошо замаскированный, там где-то в уголочке чем-то прикрытый, не оставался. да, будь то, что вам самой где-то было лень делать, или скорее всего даже какие-то последствия ваших гостей, домочадцев, где-то насоривших, оставивших крошки, которые теперь убирать вам, а не им. Не обязательно, что у вас не так давно были гости, это может быть просто иносказательно в каких-то в целом энергиях, которые были вам в жизни присущи, но потом какую-то часть из этих энергий вы уже могли больше рассматривать как мусор, как то, что необходимо убирать, очищать, освежать. Может быть в моменте, когда вот эти энергии эти люди, эти вещи, да, приходили в вашу жизнь хоть что-то новое, это, безусловно, не воспринималось мусором, да, не было ветошью, но у всего есть свой срок. К сожалению, даже бывают случаи в нашей жизни, никуда от этого не подеваться, когда и у дружбы есть свой срок и так далее. Смотрите, как прекрасно, здесь уже явный финал, либо такая середина ближе к финалу, либо конкретно финал истории в том, что вот та вода, вот те слёзы к той коровушке, которая являлась ресурсом, которая всем давала молоко, но почему-то здесь её недооценивали, осуждали и так далее, да, какую-то вот идею её ресурсности отметали, хотя это было абсолютно очевидно, что именно она здесь дающая ресурс, важная, а не какая-то там скотина. И сейчас вот эти вот её слёзы превратились в дождь. Может быть, здесь уже время после дождя, когда сияет радуга, да, но по-прежнему какие-то вот ещё освежающие дуновения ветерка, да, остатки воды в виде луж, но это абсолютно не напрягает, наоборот, как-то воспринимается как что-то желанное после долгой засухи. Может быть, у кого-то здесь буквально дождь, особенно если это явление стихии, это явление природы вы рассматриваете для себя какой-то ритуал очищения всей земли, людей, да, и вас в первую очередь. Есть очень классный радужный дождь, во благо, как будто вы знаете дождь, который даже очищает тех и то, что, и кто не хотели бы быть очищенными, увлажненными этим дождем, кого все, в принципе, устраивало. Вполне для людей было хорошо оставаться в том, что есть, но такой возможности сейчас на земле нет, чтобы оставаться в старых энергиях. У всех абсолютно происходят какие-то изменения. Кто-то воспринимает их сложновато, со скриком, со скрипом, я хотела сказать, не знаю, а может быть у кого-то и со скриком. По-разному бывает, да, разные нам нужны понимания, осознания, что мы где-то были неправы в чем-то когда-то. Как будто бы не все и не все готовы сейчас принять действительно как манну небесную, как радугу, как очищение энергии, может быть, люди, которые выдают себя за жертву, им нравятся вторичные выгоды, уже извините, говорю как есть, это можете даже быть вы, смотрящие, кто долгое время ищет каких-то там врагов, неприятелей, их негативное влияние на вас, вместо того, чтобы полностью взять ответственность за свою жизнь, да, даже если вы это сделали, но продолжается как будто бы что-то не то в вашей жизни, не то, что вы выбираете, именно это происходит, да, немного по-другому, значит, здесь нужно больше ответственности от вас и осознанности. У кого-то может быть здесь не вы, тот человек, который не хочет каких-то изменений, которые уже неотвратимы, которые происходят сейчас в актуальном, но это свыше, это с небес, это то, что невозможно отменить, отказаться, да, люди в своей жизни совершают, выборы те или иные ежедневно, ежечасно, ежесекундно, маленькие, большие выборы, которые очень сильно влияют на их жизнь, меняют их судьбы, направляют в ту, другую, еще какую-то сторону, и вариантов движения здесь гораздо больше, чем вперед-назад, вправо или влево, тут можно и по диагонали и ход конем сделать, и так далее. Как будто бы сейчас всем людям предлагается такая возможность взглянуть на себя здраво, не то, как бы вы хотели выглядеть, не то, как вы сами себя видите, но при этом внешне вы производите другое впечатление и так далее, а именно то, кем вы являетесь, как вы выглядите, какую энергию несете, какие решения принимаете, даже если вам кажется, что всегда добрые, может быть, это не так, это тоже нормально, это не ваша ошибка, это не ваша вина, но это ваш выбор, который в любом случае имеет какие-то последствия. ну, я очень рада, что люди, смотрящие это видео, мои подписчики, даже если вы не подписчики, пожалуйста, подписывайтесь, в общем, я очень рада, что люди, для которых я сейчас снимаю это видео, вы здесь заслуживаете однозначно самых классных подарков судьбы, даже если долгое время вам приходилось трудиться, словно золушка, при этом было непонятно, почему в собственном доме вы как будто бы прислуга, да, какие-то люди, вроде бы чужие, пришедшие на вашу территорию, здесь видят себя королевными, царями и так далее. Я бы сказала, здесь даже несправедливость сейчас происходит, но как бы справедливость однозначно, да, кто что заслужил, тот то и получает. Бывает, это происходит не так быстро, да, некоторые люди много чего хорошего делают, но при этом им кажется, что вот тех самых подарков судьбы они не получают, как бы они здесь успевают еще разувериться, к сожалению, да, раньше. тем приходит что-то заветное для них. Это справедливо однозначно, но здесь не про справедливость даже, здесь вот именно про какую-то удачу, благословение. Может быть, у вас были какие-то сложности, какая-то действительно нужна была, какая-то помощь, да, волшебная рука, которая вам окажет какую-то поддержку, разрешит какие-то ваши проблемы, хотя бы ненадолго, чтобы вы могли снова обрести то самое состояние ресурсности, из которого вы уже сможете идти дальше. может быть, у кого-то здесь проигрывала действительно тема серьезной усталости. Такой, знаете, не то чтобы внешней, а вот именно глубинной внутренней усталости. И когда вы уже почти здесь разуверились, но при этом все равно, может быть, вы являетесь по сути оптимистом, да, и в любых обстоятельствах, как бы это сложно не было, не теряете надежду. Может быть, вы себе это долгое время воспитывали, не всегда получалось, не во всех ситуациях, но тем не менее здесь вы все-таки этого добились, здесь уже час икс настал, вам тут дарят какие-то уже хрустальные волшебные туфельки, в которых вы сможете шагать по новым дорогам. Может быть, раньше у вас не получалось, очень хотелось нового пути, новой дороги, но, знаете, не получалось вот этим новым путем пойти, потому что, ну, как бы это не прозвучало сейчас забавно, не было туфелек подходящих, это не про одежду, это про ваше какое-то вот восприятие себя, не там, где я прислуживаю, бесконечно всем помогаю, убираю, в каких-то башмаках хожу, ну, а что, в этих башмаках же удобно здесь убираться, там, что-то делать по дому, какую-то работу бесконечно выполнять, да, а вот в таких туфельках на каблуках вдруг мне будет жать ногу, вдруг я натру азоль и не смогу долго там выполнять какую-то работу, а здесь вы просто видите их, во-первых, однозначно здесь какая-то фея-волшебница, добрая, может быть, вы здесь как-то осознанно или неосознанно обращались к какой-то женской богине, и вот вам даруются здесь какой-то подарочек, может быть, даже этот сюрприз, подарок, он, в принципе, небольшой, но в нем сокрыт смысл гораздо более глубокий, на первый взгляд, может быть, даже вы сами не знаете, какой, и уж тем более другие люди в этом не разберутся, но он есть однозначно, может быть, у кого-то здесь буквально, знаете, первое, что лежит на поверхности, какие-то обновления в гардеробе к осени имеют место быть, даже если вы достали то, что всегда было в вашем шкафу, то, что несколько сезонов было не в тренде, а сейчас мода вернулась, да, и вы снова достали, как будто бы новая вещица, прекрасно она сохранилась, при этом имеет какую-то для вас волшебную память, да, какие-то воспоминания очень теплые, счастливые, это круто, это какая-то, ну, не то чтобы реликвия, но вот действительно может быть какая-то для вас вещь знаковая, но при этом она воспринимается как новая, у кого-то может быть действительно вещь новая, но вы здесь такое, знаете, как будто бы с ней даже инициацию проходите, какая-то вот у вас здесь, понимаете вы это или нет, есть ассоциация с этой вещью, очень позитивная, да, которая однозначно настраивает вас на успех, это не из серии, там, я что где-то услышала, я там решила специально визуализировать, решила купить себе какой-то амулет, нет, здесь что-то гораздо более точное, более уникальное, именно такое ваше-ваше, либо вам что-то подарили, и вы ничего особо от этого подарка не ожидали, может быть, даже раскрывать его не хотели, но потом вы увидели, что это настолько классная вещь, настолько ваша, настолько просто вам какого-то нового счастливого ветра перемен в жизни придающая, хоть у нее такая энергетика очень мощная, очень светлая, может быть, вы сами здесь себе что-то позволили, или о чем-то вспомнили, вот что-то там, из сундука какого-то достали, но это правда выглядит не чем-то там запылившимся, да, потому что все-таки карта очень так смешно немножко перекликается, потому что здесь убиралась, убиралась, да, и что-то нашла, но это однозначно что-то радующее, вызывающее улыбку, если вы расскажете об этом кому-то, там, не знаю, своей подружке, маме, друзьям, еще кому-то, ну, вас могут посчитать какой-то немножко странной, чудаковатой, да, не поймут всей глубины вашей радости, а для вас здесь действительно что-то вот ошеломительно приятное, ну, вы сами либо нашли, либо создали, либо придали какое-то этому значение, даже вот не придали значение, а как будто вот вы его почувствовали, не знаю, какая-то такая интересная тема, у каждого она, безусловно, по-своему проиграется, кто-то может здесь вообще подумать, что это бред не сумасшедшего, не поймет, какое-то отношение имеет конкретно к вам, сейчас, когда вы смотрите это видео, через какое-то время, вот максимум месяц, у кого-то даже меньше, в вашей жизни правда появится какая-то такая вещь, предмет, что-то вот инициирующее, может быть у кого-то это что-то инициирующее вашу женственность, не обязательно связанное с гардеробом, но в принципе инициирующее вашу женственность, у кого-то может быть инициирующее ваше материнство, если вы прежде мамой не являлись, или если вы как бы уже имеете детей, подросших, да, какие-то прям вот энергии начало материнства для вас не очень актуально, все равно если может быть какая-то инициация, не знаю, может быть у кого-то подруга вдруг ничего не предвещала, да, и вы узнаете о ее беременности, либо она родит, и вам будет очень удивительно, что именно эта подруга сейчас родила малыша, как-то здесь такое, понимаете, то, чему невозможно не порадоваться, то, что не может не вызвать улыбку, такая очень приятная энергия в любом случае, как бы это не проявлялось, ну, и по итогу во всей этой истории, по-моему, уже все карты, да, все пазлы сложились, вот то черное, что было в вашей жизни, да, у каждого свое, у кого-то страхи, у кого-то сомнения, у кого-то сущность, у кого-то какая-то ваша собственная нервная реакция на что-то, вот, вас как-то триггерирует, удачая, может быть, вы не хотели триггериться, но все равно это происходило в большей или в меньшей степени, какой-то, знаете, новый путь, который вы сами закладывали, закладывали, старались над его разработкой, прикладывали усилия, а потом почему-то начинали борьбу с какими-то здесь вот пыльными, черными, серными, серными, боже, что я говорю, не знаю, что идет в потоке, то я говорю, вот такими то ли человечками, то ли какими-то хрушками, то ли чертиками, то ли вообще непонятно кем, было как-то, вот в вашей жизни это проигрывалось, вроде бы максимальное количество красок, тонов, эмоций, энергии, радужное, счастливое, может быть, даже преимущественно романтичное у вас было в августе, но все равно какая-то здесь даже не ложка дегтя, а вот именно черная энергия, причем она могла быть такой, знаете, скрытой, с какими-то белыми бантиками, с какой-то там доброжелательной улыбкой даже у кого-то, что сразу так и не догадаешься, да, что это есть на самом деле, да, но у каждого свое, у кого-то может быть даже у вас человек какой-то вот ассоциировался с этой энергией, но все-таки больше здесь про ваши собственные какие-то страхи, я бы не сказала, что неуверенности, но вот именно какую-то такую, знаете, переживательно-негативную энергию вашу, конечно, на ровном месте она не появляется, безусловно, были какие-то прецеденты до, что она возникла у вас, но вот долгое время вы не могли ее в себе задушить, вы не могли как-то внешне ее победить, от себя окончательно отсеять. Так, и последняя карта, посмотрите, как замечательно, да, 39, взяли за горло эта темная энергия вашей жизни, что бы это ни было, даже если это какой-то человек, вы должны понимать, что не может быть какой-то человек виновником ваших бед, это именно энергия, даже если казалось, что и проистекала она от этого человека. И вот 40, это последняя карта в этом сезоне, 40, следующая за 39. Здесь вот буквально умерло что-то темное, то есть здесь уже ни коровушка, ни ресурс, ни та самая, не знаю, мама или человек помогающий профессии, да, или еще кто-то, кто в принципе давал людям молоко, да, но почему-то она плакала, и вот ее слезы превратились здесь в дождь, да еще и радужный, да, неспроста, вот так вот небесами были расценены ее слезы, да, и превращены трансформированные во что-то такое еще яркое, уникальное. И по итогу, да, здесь завершение этого цикла, этого сезона, у кого-то буквально завершение лета, у кого-то это более глобальная страница вашей жизни, не просто завершение лета. И вот эта вот темная энергия, ну вообще, в принципе, мы должны понимать, да, что нужен баланс, что нормально, что есть светлое и темное. Без темного мы не смогли бы оценить светлое, ну никак, да, должен был этот баланс, однозначно, все относительно, но вот то, что вы воспринимали темным, в вашей жизни эта энергия проиграла, эта энергия плачет, да, эта энергия вот свои пожитки там какие-то небольшие сложила и ушла. Максимум, на что она сейчас способна, это где-то вот неподалеку время от времени летать, наблюдать за вами, словно мошка, если вообще есть на это силы. Ну как будто бы здесь сейчас оплакивается что-то вот свое, но это, наверное, история о том, если сильно какой-то человек вам прям действительно какие-то страдания причинил, вот серьезные, несправедливые, даже если человек был уверен, что вы в чем-то перед ним виноваты, ну как будто бы он здесь очень сильно перегнул палку, не было столько вины, сколько на вас вот полилось потом по его вине, по его указке с его стороны вот этой темной энергии. У кого-то же это, слава богу, вообще не человек, да, вам не нужно было в какой-то момент в своей жизни ассоциировать что-то нехорошее с каким-то определенным человеком, это просто что-то вот в пространстве, да, то, что всем нам нужно прожить, реагировать спокойно, учиться более легко, быстро, эффективно отпускать это от себя, как бы сильно это к нам не привязывалось, да, как бы сильно это не портило нашу жизнь, не делало для нас наше счастье каким-то некомфортным, этого нет, это ушло, но вы здесь даже не боитесь, если это находится где-то неподалеку, вас это уже не может затронуть, вот что здесь самое главное, не то, чтобы вы что-то там уничтожали намеренно, может быть, какой-то такой у вас этап тоже был, но это не вся история, да, это не главная строка там или страница в этой истории, здесь про то, что победило добро, победило любовь, победил свет, победило творчество, да, здесь человек, мужчина, конкретно на этой карте рисует картину, то есть мужчина, который тоже может позволить себе творчество, который не считает это каким-то несерьезным или чисто женским занятием, какой-то ерундой, нет, здесь каждый человек вне зависимости от пола позволяет себе проживать свои чувства, эмоции так, как ему хочется, приводя свою жизнь к еще большему счастью. И все-таки вот это вот, знаете, фея, муза, вдохновение какое-то, оно витает в пространстве, оно может посетить каждого человека. Я вам искренне от всей души желаю, чтобы в вашей жизни была мотивация, было вдохновение, то, ради чего стоит выстоять даже в самые сложные темные времена, победить темное в самих себе, и продолжать улыбаться, радоваться жизни. Если вы рождены для того, чтобы давать молоко таким образом людей радовать, то больше не плакать ни по этому, ни по какому другому поводу. Если вы рождены рисовать, то также делайте это. Редактор субтитров Корректор А.Егорова